Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку компании A7 под номером 48237. Немецкий бомбардировщик Ю-88 модификации А4. Вообще, Ю-88 это был самый массовый и самый универсальный самолет Германии, но именно данная модификация, она выполняла свою роль как бомбардировщик и разведывательная модификация. То есть тут, но также еще, насколько я так мельком успел прочитать, было вооружение немного увеличено количество пулеметов там, то есть такие не сильно значительные, но вот. И теперь давайте, друзья, с вами непосредственно к обзору. То есть первое, что мы видим, это у нас красный бокс арт. То есть он реально хороший, красивый, светлый. Вообще сейчас мне нравится все компания сим. Далее, что мы видим у нас инструкция и декаль. Огромная. Огромная здесь декали. Давайте немножко коробочку поставлю. Вот так вот. Давайте начнем с декали. То есть сразу обращу ваше внимание на то, что декаль у компании A7 сейчас печатается на новой бумаге и каких-либо проблем при переводе, приклейке декали у нас не возникает. Собирал уже много новинок у компании A7. То есть с декали все отлично, все супер. Далее. Первое, что мы видим, это у нас инструкция формата A4 в виде журнала. Первая страница данца, остальные маты. На первой странице у нас технические характеристики модификации. Краски. Давайте покажу вам поближе краски. Они вам пригодятся при покупке данной модели. Вот такими красками предлагает компания A7 красить данную модель. Ну и теперь давайте посмотрим инструкцию. На первом развороте у нас показаны наши литники. Красным показываются литники, детали, которые не используются при сборке. Далее. Вообще, друзья, 48-мой масштаб пока не собирал, но в планах он есть. И собирал я у компании A7 много на 72-го масштаба в плане авиации. Остался только положительные впечатления. Скажу сразу про инструкцию. Она выполнена очень подробно. То есть, каких-либо вопросов вообще не будет. То есть, все четко показано, что, куда. Много мелких выносных элементов, которые показывают каждую деталь вообще. Куда, что, не возникнет вопросов, что это за деталь, куда ее приклеить. Далее у нас приходит сборка. То есть, у самолета есть внутренняя часть, внутрянка так называемая. Через такое большое остекление, я вам сразу скажу, ее реально видно. Поэтому можете не отнестись нормально и все там красить. Хорошо. Далее сборка двигателей. Ну, так называемые мотогондолы у нас установка. Наверное, все-таки соберу такой самолет. Что-то понравилось мне уже по инструкции. Тут у нас показаны декали, куда, что клеятся. Декали большого количества, технические всякие, технические надписи. Ну и теперь непосредственно по нашим декалям. Что нам дает компания ICM? Компания ICM нам дает 4 варианта декалей. Первый вариант это Румыния, 44-й год. Второй вариант Венгрия, Россия, 43-й год. Это у нас по-моему итальянский факт, если не ошибаюсь. Далее Венгрия, Россия. Это у нас ВВС Венгрии написано. ВВС Венгрии на Россию, 43-й год. Ну, простите, если какая-то оплошность. Далее у нас Финляндия, лето 44-го года. И Финляндия, лето 44-го года. Даже не знаю, какую я уберу модификацию, но что-то мне понравилась модификация Венгрии. Интересная модель будет смотреться. Теперь давайте дальше. Большие пути с литниками. Застекление. Так, да, застекление потом покажу. Ну, теперь непосредственно обзор самой модели. Так, ну, вот первый литник у нас. Детали вооружения. Детали по сути есть мелкие детали, но сразу еще внимание, что каких-либо дефектов на данной модели нет. Далее. Следующий литник. Это у нас корпус. Так, наверное, лучше мне это как-то сюда положить. Детали корпуса. У нас присутствует расшивка. Расшивка глубокая. Поэтому при окраске, если вы не опытный пользователь, скажем так, новичок, то вы ее залить не должны. Она глубокая, широкая, хорошая. То есть, проблема у вас не возникнет. Далее. Толкатели находятся на внутренних частях элементов. Ну и вот. Далее. Следующий литник у нас. Это у нас стали двигателя. Тут, кстати, какой-то литник, по-моему. Вот этот литник вот новый. Вот этот литник вот старый. Похоже. Потому что, да, ну, я покажу обзор всех. То есть, что скажу тут. Тут у нас также все хорошо и замечательно. Толкатель на внутренних частях элементов. Ну и тут все тоже хорошо. Далее. Следующий у нас литник. Это у нас 5 моталандоу. Это, я так понимаю, был от предыдущей модификации литник, скорее всего. Вот данный. Да, данный литник у нас идет от предыдущей модификации. Так, хочу обратить ваше внимание на шасси. Они выполнены из половинок, из двух половинок. Но, как я видел, при сборке уже отзывы смотрел. Проблем не возникало. То есть, все четко, все хорошо. Также протектор, также там все болты пропечатаны. То есть, пропечатана модель отлично. Вот. То есть, тут есть детали всякие мелкие, лючки. Они все хорошо сделаны, выполнены отлично. Дальше на следующий литник. Это у нас, о, покажу сразу два. Два литникового вооружения. Они абсолютно одинаковые. Это у нас двигателя и бомбы. Так, сейчас хочу вам сразу обратить внимание на двигатели. Они, получается, их можно сделать с открытыми капотами. То есть, если вы, может, хотите сделать какую-то диаграмму или, там, я не знаю, ну, что будет в положении, что стоять, то можно сделать капоты открытыми и там будет видно двигатель. Если вы уделите внимание побольше внутренним частям, то это будет вообще четко сделано и красиво. вас это будет радовать. Ну, про качество литя скажу, что на этих обоих литниках большое количество мелких деталей и они сделаны все хорошо. Единственный минус, который я пока заметил, это у нас, я так понимаю, патрубки. Патрубки, они не рассверлены, но рассверлить их будет не проблема и будет модель такая. Смотрите, вообще шикарно. Дальше, наш следующий литник у нас, на котором также присутствует большое количество мелких деталей, детали самолета. Это у нас также, на которой присутствует расшивка. То есть, расшивка пропечатана хорошо и мелкие детали пролиты отлично. Ну и наш последний литник, это у нас крылья. Крылья у нас огромные, самолета будет большой. Вот одно крыло. Так, длина одного крыла у нас получается, что? 19 девятов, нифига, здоровенный самолета. Классный, вообще, будет радовать вас на полке. Так, расшивка также, все пролито хорошо, проблем возникнуть у вас не должно. Ну и внутренней части у нас толказины. То есть, они вас не доставят вам проблемы. Теперь, интересненько, это у нас литник с прозрачным пластиком. Хочу обратить ваше внимание на данный литник, потому что у компании 7 прозрачный пластик, он классный. Не знаю даже, как это сказать. То есть, если все замаскировать хорошо, после окраски, после снятия масок, через остекление будут видны внутренности кабины. И это вас будет радовать. Поэтому, как я уже сказал, уделите внимание внутренним частям самолета. Их будет прекрасно видно через остекление. Ну, а на этом, друзья, я хотел бы завершить данный обзор. Завершить это. Сейчас, по-моему, нашу красивую коробочку. Если вы любите авиацию, авиацию любите в 48 масштабе, то эта модель для вас. Покупайте и собирайте, радуйтесь. Данная модель будет радовать вас при сборке и на полке. Всем спасибо, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok